Всем привет, с вами Gobzor.com. Мы редко делаем обзоры на игры именно в видеоформате, но об игре Far Changing Tides я хочу поделиться. Это инди-игра, игра, которая отличается от того, что предлагает нам современная игровая индустрия, особенно в случае именитых разработчиков. Там за последние несколько лет все деградирует, в большинстве игр у нас нет души. На первый план выходят внутриигровые транзакции, при этом патчи, которые исправляют ошибки и приводят проект в играбельный вид, растягиваются на годы, а очень часто даже и в итоге забивается, выходит новая часть, а предыдущая остается в таком незавершенном виде в плане технического исполнения. Игра Far Changing Tides отличается от всего этого. Это такой вот островок спокойствия, позволяющий отвлечься от суровой реальности. Я прошел эту игру на PlayStation еще в начале марта, получил платиновую награду за два прохождения. Там нет таких особо сложных наград, описание по каждой награде предоставляется. Фактически это как раз два прохождения. Первое, неспешное, когда вы все изучаете, и второе, это уже добивание ачивок и прохождение на время. Игра стала сиквелом Far Long Sails, тоже от этой же студии, хотя напрямую тут, конечно же, сюжет между ними не связан. Главный герой, один из последних оставшихся выживших, отправляется он в путешествие в остатках разрушенной цивилизации. Сюжет и история подаются в виде рисунков, надписей, музыкального сопровождения. Здесь нет какого-либо голосового сопровождения, то есть в плане локализации никаких проблем не будет. Основным транспортом у нас выступает корабль. Он по мере прохождения модернизируется, улучшается. Вы туда добавляете модули, и из первой части тут сохранили решение загадок по геймплею. Они находятся в переходных частях между локациями, то есть это такое вот искусственное ограничение. Вам предлагается пройти по дополнительной части, вы разгадываете загадки, запускаете различные механизмы. Тут эти загадки достаточно простые, они требуют только немного логики, понимания, взаимодействия между отдельными предметами. Успешное решение как раз награждается необходимым элементом уже для улучшения корабля. В ходе путешествия требуется управлять и транспортным средством. По воде он у нас плывет, здесь мир и затоплен. Сначала это парус, вы разворачиваете его, сменяете направление в зависимости от ветра, чтобы набрать скорость. В отдельных участках мачту нужно убирать для того, чтобы она не сломалась. Если какие-то повреждения получены, то можно их будет починить. И такой вот незамысловатый, но при этом интересный геймплей. Позже к этой мачте добавляется двигатель, там вы уже из остатков предметов переводите это в топливо и загружаете его. Тут нужно будет также контролировать нагрев. И вот в плане геймплея потихонечку-потихонечку добавляются новые механики. Но в целом это фактически путешествие именно на корабле. Примерно к середине корабль в игре Fair Changing Tides получает модуль для погружения в воду и перемещения уже на глубине в виде такой вот подлодки. На отдельных участках нужно будет комбинировать перемещение под водой, на воде. Где-то будет ограничение по количеству топлива, который вы можете загрузить, двигатель его просто может не быть. И там нужно будет, например, уже с мачтой совмещать. Там есть награды, которые даются за развитие максимальной скорости, когда вы поднимаете парус и загружаете двигатель максимально до ускорения. Но в целом все сделано интуитивно, адекватно. То есть если вы не гоняете за наградами, то как раз одно неспешное прохождение. Наслаждаетесь визуальной атмосферой. Очень приятный, такой вот спокойный в плане цветовых оттенков ряд. Мне понравилась и музыка в этой игре. И в целом небольшой бюджет тут не отразился негативно на качестве проработки визуальной составляющей. Это псевдо 2D графика и музыка тоже приятная. Игра доступна на платформах PlayStation, Xbox, есть на Nintendo и на компьютере. Если есть возможность и нравятся такие вот спокойные игры, то Fire Changing Tides вполне может удовлетвориться. Из минусов могу отметить, что на отдельных участках, где нужно бежать, например, или плыть, есть участки, где нет никакой активности. Хотя и атмосфера в этом тоже присутствует. То есть не так уж и надоедает это. Загадки разные. Периодически сменяется визуальная картинка. Но в целом приятная игра. Fire Changing Tides. Надеюсь данный обзор будет вам интересен и полезен. Лайк, подписка, приветствую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok